Внимание! Говорит Москва! С первых шагов выставка «Война и мифы» буквально погружает посетителя в атмосферу военных лет. Под ногами снег со следами сапог, на стенах вырезки из газет 41-го, а в импровизированных окопах советские солдаты, прикрывающие зрителя от вражеских пуль. Однако красочная визуальная составляющая далеко не главная часть войны и мифов. Как заметил открывавший выставку министр культуры России Владимир Мединский, основной смысл – сохранить правду о Великой Победе и передать ее молодым поколениям. Выставка – это необычная, это не какие-то там просто артефакты, сюда нельзя прийти поглазеть. Вот когда приходишь на эту выставку, надо провести на ней минимум час, потому что надо читать документы, надо смотреть представленные карты, видеохронику, и тогда у тебя сложится комплексное впечатление о правде. Экспозиция войны и мифов посвящена нескольким темам, среди которых битва под Москвой, массовый героизм советских солдат, освобождение Европы от фашизма и судебный процесс над лидерами нацистов. Особенность выставки в том, что зрителя никто не старается в чем-то убедить. Каждый видит написанные на полу спорные утверждения и без всякого вмешательства сможет при помощи оцифрованных документов сделать самостоятельные выводы. История про 28 панфиловцев была настолько плохо состряпана, что этот эпизод выпал из разряда героических деяний. Те, кто верит подобного рода высказываниям, смогут сами убедиться в своей неправоте. Многие историки считают, что очерк о 28 гвардейцах, которые встретились в неравном бою против 50 фашистских танков, сделал для победы едва ли не больше, чем сами герои. И это, к сожалению, далеко не единственный миф, который все чаще можно услышать. Один из кураторов выставки, Николай Данилов, преподает историю в САФУ уже более 10 лет. За время своей практики ему довольно часто приходилось сталкиваться с различными заблуждениями студентов. Встречался с самым известным мифом, вклад Советского Союза незначительный. Все нам дал ленд-лиз, да, много чего, но львиная доля идет в 44-й год. Почему? Да по большому счету не могут, с трудом справляются с Японией, нужна помощь. Но договоренности у союзников через три месяца после завершения войны в Европе. И тогда становится понятен аттракцион неслыханной щедрости. Они в России давали все, что угодно. Нужно было, чтобы Советский Союз наконец-то завершил кампанию в Европе и взял на себя миллионную Квантунскую армию. Уникальный интерактивный формат вместе с опорой на исторические факты и документы вызывают у зрителя чувство гордости своей настоящей историей, лишенной всяких домыслов. Свою работу выставка «Война и мифы» продолжит до 30 июня, после чего отправится в Санкт-Петербург. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Евгений Языков, Денис Линчевский. Архангельское телевидение.